у вас тут замечательно чистый лист да ладно дежурные комплименты ощущение полноты как да спиной ко входу и к открытому пространству легкий дискомфорт человек который сидит спиной к открытому пространству всегда испытывает дискомфорт почему потому что потому что на спине у него нет глаз на затылке тоже а вы как оперативник внимательно как каждой детали не знаю есть целая отрасль в оперативников называется сопровождение переговоров у невербаловедов когда специалист по невербальной коммуникации сидит на переговорах и следит за противоположной стороной я очень старался к вам приехать но потом значит я не старался приехать я всячески опаздывал не совсем не совсем так когда человек трогает кончик носа он актуализирует ту зону мозга которая связана с этим кончиком а кончик физиогномики это что это любознательность поэтому свою любознательность вы мне принесли буквально на первых двух секундах общения и показали мне вот моя любознательность вы не подозревая об этом не выстраивая логических цепочек еще только увидев человека либо у вас появляется некая такая приязнь да такая знаете пред течи эмпатии до либо в интуитивно возникает какой-то сразу настороженность да что это такое потому что ваш мозг уже считал мимику жесты голос одежду походку прическу и лицо в том числе и принял первый для вас вывод опасно-безопасно но вот вы наверняка ты уже пришли давай ты первый начал посмотришь потом по видео да да минуту две назад наверняка занимался и знаешь там какие-то основы эзотерики может быть его и занимался но так видишь по тебе конечно прекрасно знаешь да что у чеки две энергии есть энергия животная энергия энергия снизу которая с нижних чакр динам а есть его которая у нас сверху да если брать физиогномику то соотношение этих энергий четко видно по расположению и состоянию бровей центральная часть выдающаяся вперед он лишь как рок такой у человека бывает вот на лбу это человек который эгоцентричен который живет ради удовлетворения своих потребностей есть есть еще несколько признаков которые сразу предположим позволяют посмотреть усиливают или компенсируют какие-то другие признаки вот это вот эта база это мета стратегии да то есть фактически зона сборки которая над глазами находится это творчество то есть предположим бывает такое что у человека вот эта часть она ровная а вот эти как две шишки да как два рога таких сальвадор дарчан были такие вот еще и подкручиваем это люди это люди которые творят ради того чтобы творить это зоны комбинаторики это ближе к вискам этот человек когда выдающиеся вот эти височные зоны это человек который все по жизни просчитывает если у человека жидкие брови то это высокий кого самоконтроль высокая его то есть эго становится сильнее чем его энергия нижняя нижняя это то что я хочу а энергия а верхняя это то что я должен вот это хочу если не получу то убью это это у меня многие люди в детстве вот здесь они подстригали даже цельно и начинали расти а связано ли это с тем что вот они очень хотели это же подсознание конечно они пытаются контролировать свои животные потребности поэтому выщипывают брови чтобы уровень самоконтроля со стороны эго был выше чтобы эго лучше помогала контролировать его чувства поэтому когда девушка постоянно щиплет 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 брови и потом она выжимает их до выщипывает а это щиплет до состояния как бы полного отсутствия вот это возникает то самая стервозность что такое стервозность две энергии смешались нет барьера нет разделения смешались две энергии я сама не знаю чего хочу значит первое что и надо как рецепт к оздоровлению это отрастить брови связано ли не будет рад ей будет казаться что это некрасиво а вот когда она удовлетворит свои потребности первичные мерка выразим сюда то у нее возникнет желание перестать выщипывать себе брови сейчас мы знаем все обо мне если снять если надо ударное качество хорошее упрямство есть целеустремленность есть а ситуационные стрессы держишь плохо и за счет того что плохо держишь ситуационные стрессы до вынужден менять определенное направление хотя не хотелось бы я не хотелось но да не так просто это по жизни зато альтруист тоже хорошо ну давай чай попьем альтруистический что с этим поделать можно если тебе необходимо дополнительное хранилище витальной энергии до види вот этой твоей бороды все это же что такое волос эта витальная энергия то есть ты себе усиливают усиливаешь волевые характеристики усиливаешь ударные характеристики усиливаешь характеристики аналитики понимаешь если в этом есть необходимость значит соответственно войти внутренний когнитивный диссонанс дал он продолжает иметь место быть в коридоре было понятно что ребята с ним можно иметь дело да то что заливается людям в голову с использованием телевизора и радио да это прямое воздействие прямое субъективное воздействие рассказываю на примере конкретной рекламы современные ученые установили элемент номер один современные ученые отсыл к ложному авторитету эта фраза снимает барьер критичности восприятия значит ученые значит они умнее меня значит если они установили значит к этому стоит прислушиваться все критично сняли этап номер два у каждого мужчины после 40 а значит это про меня значит это про меня если ученые установили за что-то важное значит про меня значит надо вдвойне к этому прислушаться возникают сложности когда дело касается интимной жизни но если мужчина дожил до 40 лет и у него ни разу не было каких хотя бы каких-нибудь сложности в интимной жизни наверное он девственник то есть человек ему искусственно актуализируется проблема проблемы которые на самом деле нет она придумана искусственно что какие-то значит возникает а газов ученые установили что у меня проблемы да да отлично то есть на этой стадии на этой стадии значит мы учебу придумали проблему и дальше что эту проблему мы решаем называя ля-ля-ля-ля-ля-ля таблетки чудесно да неплохо что делает реклама создает импотентов и продает им соответствующие таблетки так вот так устроена практически вся реклама есть вторая половинка реклама еще второй блок до который работает на первичных инстинктов да там где появляются там голые женщины там все остальное вы же прекрасно понимаете что вот такая схема скотская свинская гадская схема она бьет человеку прям в мозг и она него остаю оставляет на подсознании такие вещи которые потом оттуда не вытравишь потому что вот этот блок он никуда не делся проблема то она осталась она искусственно создана его подвязали там на какие-то таблетки а психологическом плане проблема осталась и к сожалению вот эти вот пугалки рекламы да но это 80 процентов в общем то все и наши рекламы но у нет телевизору нет вообще никакого телевизора нет телевизора смотрите проект реальность будьте с нами друзья да еще по чашечке да